Ключевое событие – это слом стратегии, которую вел Порошенко. Вся армия очень сильно довернула и общество на тему примирения ускоренного и за счет чего уступок России. И это стратегия Зеленского личного, он ее последовательно реализует. Все его выставляют куколкой-идиотом, который ничего не способен сделать, а марионеткой. Нет, он последовательно ведет стратегию, которая совпадает с его ценностями еще добавлено. Другое дело, что эта стратегия исходит из ложных посылок. Но, тем не менее, он ее ведет. Соответственно, замена руководства Генерального штаба, замена руководства Министерства обороны. Это публика, которая в пуле политическом Зеленского. И соответствующие перемены по всей командной цепочке вплоть до фронта. Для гражданских людей наиболее полное, это будет понятно, выражаться в том, разрешают стрелять или не разрешают стрелять. Сакральный украинский вопрос. Разрешают стрелять, но теперь стрельбу не поощряют. То есть, конечно, если прямого приказа не стрелять, что об этом ни было, никто не отдаст. Но офицер знает, командир знает, что если он слишком много будет стрелять или его подчиненные, то он встретит неодобрение на верхних этажах командной цепочки. А это постепенно меняет характер ведения боевых действий. Мы меньше отвечаем. И впервые в октябре этого года, в сентябре, было зафиксировано случай, когда мы потеряли меньше, чем россияне на той стороне. Вернее, больше потеряли. За два с половиной года до этого ни разу так не было. Они всегда теряли больше. Почему так? Ну, потому что при всем их пафосе они воевать не умеют. Нифига. Как бы, да. И, кроме того, они еще, ну, скажем так, они воюют, как мы. Плюс-минус. А при этом всем они еще и очень склонны рисковать. Мы бережем людей, а они рискуют. Поэтому потери больше. Больше авось русского вот этого, больше апофигизма, больше склонны к риску и, соответственно, потери. Но, опять же, они измотаны, потому что мы меняем бригаду на бригаду, а они меняют батальоны внутри одной и той же бригады на фронте. То есть они месяц на ротации, месяц ППД и так далее. И они очень устают, они страшно измотаны в этом фронте. Поэтому ошибки накапливаются, человеческий фактор работает. И они несли большие потери. Пока вот мне началась подготовка к нормандской встрече, потому что тогда ограничения по открытию огня были очень строгие. Конечно, не запрещали. Но любой открывший огонь попадал под неодобрение командной цепочки, скажем так. Доходило до того, что один из командующих ОС прекратил, например, на время непосредственно перед нормандской встречей свои инициативы и прекратил все выходы подразделения специального назначения. Всю их работу. Силы специальных операций. Потому что они могут наносить особо чувствительные удары. И вот для того, чтобы Путина не провоцировать, как бы это прекратили. Это все вызывает брожение в вооруженных силах и на уровне рядового, сержантского, офицерского состава. И они не понимают, Зеленский предатель или Зеленский просто слишком добрый человек. А армия не может в таком состоянии долго находиться. И нужно точно понимать, кто ее командует. Он же верховный главнокомандующий. Поэтому просила морально-психологическая составляющая вооруженных сил. С другой стороны, это печальная страничка. И так более-менее до сих пор остается. То есть армия в Роспочи со стрельбой не очень хорошо. Хотя стреляют, конечно, в ответ и всякое такое. Но это совсем не то, что было за год до этого. С другой стороны, что? Инициативы министра по ускоренному переходу на стандарты НАТО. Там 10 пунктов по стратегических реформ. Увеличенный оборонный бюджет. Как ни крути, его увеличили. Продолжение испытаний критически важного для нас оружия. Тяжелого ракетно-управляемого оружия. Нептун, Ольха, Гром, Цапсан и так далее. Все эти вот неокры и прочее. И поставки войска. Что касается Ольхи, например. Американская военная помощь, которая увеличится в этом году. Вплоть до в этом году поставляются. В следующем году запланированы противокорабельные ракеты. Постановка. Чего никогда не было. Реформа системы воинских званий, например. И так далее, и так далее. Интенсификация взаимодействия с НАТО. Она показывает, что что? Что вот такая вот прямо страшная израда не происходит, как все ожидали. Что вот послезавтра мы будем отрывать трезубцы и клеить российскую звезду. Такого тоже не происходит. Поэтому отношение у военных амбивалентное к этому всему. Но кроме отношения армии к своему руководству, есть же еще отношение общества к армии и теме войны. Сейчас ветераны и волонтеры стали маргиналами. До этого они пять лет были в фаворе. Главной общественной силой. Наиболее распиаренной, наиболее значимой. Наибольшим доверием пользующимся. Сейчас у них личный психологический кризис. Они пошли вниз. Плюс дела против них, которые возбуждаются преследованием. Потому что даже если они реально виноваты, то то, как происходят эти дела, их информационная составляющая указывает на то, что это все-таки информационная кампания против них направлена. Личное отношение главы государства. Зеленский не любит военных. Не любит тему войны. И ничего с собой не может поделать. Но мне повезло, я был и актером, и военным. Я знаю, как друг к другу стороны относятся. Так вот актеры очень не любят военных. Это совсем другая жизненная экзистенция. Психология. И он не может это в себе преодолеть. Хотя понимаешь, что он глава государства. Надо как-то заносить хвосты и пиетет. Но видно, что его очень удачно пугают зловещим заговором военных и волонтеров инспирированным Порошенко против Зеленского. И он, я так понимаю, склонен в это верить. Это порождает специфические в обществе отношения. Но сейчас возобладала публика, которая не любит армию, не любит войну и любит обвинить Украину в том, что мы сами негодяи. К ним активно прислушиваются. Или как минимум, что надо все с этим покончить. То есть, естественно, выдающимся военным успехом или даже средним это не сильно способствует такая атмосфера. Но поскольку дело идет к прекращению огня, разведению, то и никто не ожидает военных успехов. Проблема этой власти в том, что они не могут перейти к системному строительству. Они по-прежнему движутся от аплодисментов к аплодисментам, от пиар-хода к пиар-ходу, в том числе военном отношении. Один из самых глубоких провалов – это решение ликвидировать срочную службу. Тенденция туда. Потому что Украина, будучи окруженная Россией с трех четвертей своей территории, не может себе позволить роскошь отказаться от срочной службы, резерва военного не будет. Обученного. И хотя они говорят про то, что мы заменим это территориальной обороны, но в территориальную оборону тоже должны идти подготовленные люди. Правильно. А где же брать? При всем количестве ветеранов, контрактников и так далее для решения задач полной мобилизации плюс территориальной обороны, нам банально не хватит обученного резерва. Но такие тенденции возобладали. То есть Швейцария имеет срочную службу, а мы не имеем срочную службу. Польша увеличивает армию в два раза, мы там говорим, что нам это не надо. Вот эта политика Зеленского, если брать самый верхний слой, она выбивается очень сильно из двух мейнстримов. Первый мейнстрим – это далекие цели Российской Федерации в отношении Украины и НАТО, стратегические цели, а они агрессивные, наступательные. И он либо не хочет этого, мы не знаем, признает он это или нет. По его действиям видно, что мне кажется, что он не понимает, о чем идет речь. Может быть, после нормандской встречи он немножко процесс вел. И не понимает, Зеленский или не хочет встраиваться в политику и его окружение, в политику НАТО в отношении РФ. Потому что НАТО с РФ находятся на пике противостояния. То, что между ними происходит, даже в Холодную войну, такого я не припомню. Я еще помню Холодную войну. Но вот даже смотрим на следующий год. 2020, в марте начинается учение Defense Europe 2020. Это крупнейшее учение с 1991 года. Перебрасываются 45 тысяч американских военнослужащих. Размах от стран Балтии через Польшу до Грузии. Это одновременно учение. Это целый цикл учений, которые начнутся в марте и будут идти полгода до сентября. А в сентябре стартует учение Кавказ 2020. И это официальная позиция Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Главной целью этих учений будет отработка полномасштабного вторжения в Украину. Операции проведения против нее. И уровень агрессивности зашкаливающий. НАТОвские бомбардировщики заходят в учебные заходы на Санкт-Петербург, на Крым. Российские бомбардировщики заходят в учебные заходы на Санкт-Петербург. Неделю назад, чуть меньше, день назад выступил с очередной речью Герасимов, начальник Генерального штаба Российской Федерации. Там риторика далеко уже за холодную войну. Это уже не холодная, это ледяная война. Прямые обвинения НАТО в агрессивности, в желании уничтожить Россию, что мы ответим, военный ответ, усиление и так далее. И Столтенберг, когда был в Одессе, он сказал, что Украина де-факто правый фланг НАТО. Прямая цитата. Особенно их беспокоит ситуация в Черном море. Отсюда и противокорабельная ракета нам поставили. Зеленский же ведет ситуацию так, что с точки зрения НАТО это выглядит, а давайте мы не будем в этом всем участвовать и не будем вашим правым флангом. То есть вы там деритесь с Россией в Прибалтике, в Беларуси, в Польше, а мы тут будем самые мирные, тихие, спокойные и так далее. Что не может радовать партнеров-панатов. Единственное во всем этом хорошо, что ни Трамп, ни Зеленский все-таки до конца определяют оборонную политику. В США есть Сенат и Конгресс, и политическая элита, которая тем не менее перегибает Трампа, заставляет его подписывать увеличенный военный бюджет для Украины. А в Украине все-таки есть... Ну, мы бьемся о железную стену реальности. При всем желании из-за милиции, она нам диктует реальность. И действия России диктуют. Прежде всего, нужно сказать то, что в этом году вообще исполнилось пять лет сначала российская военная агрессия, аннексия Крыма, вторжения на Донбасс и всех событий, связанных с боевыми действиями на территории Украины. Это первый такой, да, печальный итог. Ну, скорее, не итог, а замечание, которое нужно отметить. Что касается итогов, то они идут параллельно с, в принципе, политическими изменениями в нашей стране, именно избранием президента Украины Владимира Зеленского, который сразу же сходу задекларировал, что одним из самых главных его целей будет прекращение вооруженного конфликта на Донбассе, прекращение огня и так далее. То есть, в этом русле он двигался и двигается до сих пор. Главными итогами, скажем, заметными итогами ставят, на мой взгляд, является разведение сил противоборочных сторон в трех точках линии разграничения Петровска, Золотой и Станицы Луганска. То есть, вот это вот наиболее главный заметный результат, итог события года военной сфере во время войны на Донбассе. Что касается вот именно чисто военных вещей, то продолжаются оппозиционные бои, какого-либо движения в ту или иную сторону не наблюдается. Да, я думаю, пока не будет наблюдаться, пока вот идет такой вот процесс, попытка договориться о прекращении войны, по крайней мере, прекращении огня на Донбассе на линии разграничения. Всем известна история с военной помощью. Сначала ее приостановили летом, потом ее снова возобновили. У нас хэппи-энд, можно сказать, то есть объемы военной помощи увеличены до 50 миллионов по сравнению с прошлыми годами. Следующим фискальным американским будет составить 300 миллионов. Треть от этой помощи это летальное вооружение, закупки летального вооружения, поставки летального вооружения, потому что это помощь, он закупаться не будет. Среди них предполагается поставить нам ракетные береговые, ракетные комплексы береговой обороны. Впервые, в общем-то, в украино-американских отношениях такой шаг. Но поскольку сумма не очень большая, поэтому трудно рассчитывать на то, что этих ракет, этих комплексов будет много. Но тем не менее, это хороший шаг, который говорит о том, что нас не бросают. И мало того, что не бросают, еще и пытаются лучше помогать. С точки зрения военной помощи вполне так. И ответить на него очень трудно по той простой причине, что никто не докладывает. То есть, о достижении стандартов НАТО. Есть отдельное сообщение, которое позволяет судить о том или ином продвижении вот в этих стандартах, сертификации отдельных частей и подразделений согласно с НАТО. Важный был очень принят закон о трансформации воинских званий по НАТО. стандартам, то есть, ведение института сержантов, который существует в армии США, в армии западных стран. То есть, это повышение роли сержантов вооруженных сил. Что это означает? Это означает, что теперь сержант будет заниматься боевой подготовкой, работать с личным составом. Он будет помощником офицера, но не его подчиненным. То есть, офицер будет заниматься планированием реализации боевых действий. Такие функции присутствуют в западных странах. Это стандарт НАТО, к которому мы попытались приблизиться в этом году. Но Азовский кейс был незаметен в этом году. Его нужно на самом деле обратиться к делам давно минувших дней 25 ноября 2018 года. С этого начать. И продолжить тем, что Азовский кейс завершился возвращением пленных и возвращением кораблей, попавших в плен во время событий в Черном море. То есть, это вот тоже можно отметить военный итог или дипломатический итог или ситуацию связанную, которая идет в контексте прекращения боевых действий. Ну, как можно это отметить. Но вот именно Азовский кейс был не так заметен в этом году, как в прошлом. Прежде всего, потому что, в принципе, там ничего не изменилось. Блокада продолжается и пока у нас нету средств для того, чтобы ее прервать. То есть, блокада в каком смысле она продолжается? То есть, задерживается прохождение судов в порты Мариуполя и Бердянской и тем самым вносится финансовый ущерб украинским портам, вот, которые я назвал. Ракета «Нептун» находится на, как летательный аппарат, да, она находится на финальных стадиях испытаний. Предполагается, что в следующем году, если все будет хорошо, она будет принята на вооружение, а должно быть все хорошо, потому что финансирование предусмотрено, как говорят те люди, от которых это все зависит. вот, это противокорбельная ракета, которая, в принципе, является еще одновременно крылатой ракетой, то есть, у нас крылатая, противокорбельная, крылатая ракета «Нептуна» высокоточная, так вот она и называется. Она должна поступить в следующем году на вооружение и усилить нашу береговую оборону. Почему? Потому что она прежде всего производится в наземном варианте базирования. Есть еще морской вариант предполагается и воздушный, но об этом, как бы, говорить еще рано, то есть, это дело двух-трех ближайших лет.